Привет, друзья! У нас в организации есть разные должности, позиции, специализации, называйте как хотите. При этом есть одна из них, которая на первый взгляд не очень заметна, ввиду специфики работы. Работу спасателя, кинолога, иногда даже руководителя спасработ вы можете наблюдать на месте, работу этого человека нет. При этом эти люди являются сердцем нашей организации и практически всегда в курсе всех событий. Координатор поисково-спасательных работ, кто он такой, чем занимается и почему у них точно есть печеньки, об этом сегодня в нашем видео. Сегодня у координатора продолжение обучения новичков, называемые командно-штабные учения. Там есть мнение обо всем вопросам. Привет! Здрасте, здрасте! Привет! Здесь сидят инструкторы. Хрисан вошел. Здрасте, не взглядание сразу! Здрасте! Здрасте, Коля! Здрасте! Привет! Привет! Аня, расскажи, почему сегодня здесь столько народу и что здесь происходит, без слова? Здесь происходит отличный движняк, обучение новых координаторов. Поэтому те, кто играет в ОЛЕР-ПСР, могут ничего не делать, в редкий случай. И наслаждаются этим, как я, как Андрей. Сейчас пойдем к гостю к координаторам, это были инструктора. А вот там сидят координаторы будущие. Сейчас зайдем к ним в гости. Так, ее контакт, извините. Светлана Евгеньевна. Восемь, девять, три, один. Меня зовут Лидия Сафлог. Я, по целому экстриму, сейчас старший координатор. Ну, отвечаю за организацию работы координаторов выпусков-спасательных работ. Существом, сегодня у нас учение для нового курса координаторов. Это такой же выпускной цель, результатом которого принимается решение о том, допускательных работ. У нас собака в люк упала, второй день сидит. Можете помочь ее вытащить? Санкт-Петербург. Так, минуту. Записываю. Это другая какая-то служба, да? Не вы, нам неправильный телефон дали. Я понял, спасибо, позвоню туда. До свидания. Слава, расскажи, что это был за звонок. Какова была его цель? Это был звонок непрофильный на случай, который относится к службе кошки-спасов. Вот, поэтому координатор должен был перенаправить кошки-спасы и дать номер телефона. Таня, вокруг тебя сегодня много бумажек, и ты с телефоном. Что ты делаешь сегодня? Вот такие у нас добрые координаторы. Здравствуйте, фирма Феникс приветствует вас. Мы предлагаем бесплатные косметологические процедуры. Вы совершеннолетняя? Впечатление от Кашу. Слышь, огонь. Силы еще есть? Ага. Расскажи, кто такой координатор и чем он вообще занимается? Координатор – это связующее звено между всеми внешними и экстремумами. И это тот, кто непосредственно с экстремумами, работает с группами, отвечает за сборку, за логистику полностью. То есть координатор первым принимает заявку, передает ее руководителю поисковых работ, который принимает решение, как работать по ней. Если надо говорить, что нужны группы, координатор собирает поисковую группу, принимает решение, как им улучшают поехать, каким транспортом. Дальше находится она в связи со всеми участниками поиска, координируется, если надо, с другими службами, передает информацию с другим службам, передает информацию в Центр управления косметическими ситуациями. В Калининградской области или в СНП. Оля. Даникова, добрый вечер. Добрый вечер. Ты так активно все записываешь, в телефоне что-то делаешь. Какая у тебя роль сегодня? Я сегодня ЦУКС. Что такое ЦУКС для тех, кто не в курсе? Центр управления косметическими ситуациями. Туда стекаются все звонки, да? Да, тут стекаются абсолютно все звонки. А мне отправили Центр управления Ленинградской области. Как впечатление от Кашево? У меня уже голова такая вспыхла. Я боюсь, что я что-то пропустила, и кто-то приемли с усидом. Умни люди. В общем, я теперь помню, что телефон отойти. Почему его работа так важна? Ну, без координаторов у нас не придет вообще наявок. Начнем с этого. То есть, все заявки и от ЦУКСа, и от людей, у которых кто-то потерялся, они приходят на дежурный телефон, который работает 24 часа сушки. Если это какие-то звонки, то другим вопросом мы предуправляем либо какие-то другие подразделения, либо советую обратиться кому-то в коллег, например, в Светыградские поиски. По всем остальным случаям мы работаем полностью с заявками. Без координаторов не будет заявок, без координаторов не будет поисковой группы, некому будет собрать. Андрей, что самое сложное в работе координатора? Курить! Я хочу курить! На самом деле нет ничего сложного. На первый взгляд просто ходишь, поджинки трясутся, коленки. Ты тут говоришь, я буду звонить, сутки, горечки. Нужна практика. Просто практика, практика. Сидеть, дежурить, собирать группы, отправлять группы, общаться с Афганфером, все будет хорошо. Какая твоя роль сегодня? Чем ты нагружаешь будущих новичков? Мы с ними взаимно нагружаем, в данный момент. Я группы. Я отвечаю за все. Группы. Я представляю тех людей, которые едут в лес. Все они мне говорят, что там. Ты шведский? Сейчас, подожди, вынес еще количество клиентов. Потом я ему говорю, что я город нашел, или что я еще еду, или еще что-нибудь в ней. Ну, желательно, они должны сами меня обо всем спрашивать. Я смотрю, как они держат обратную связь с группой. Если, допустим, группа нашла человека, то вот развернули ли они остальные группы. Сказали, что им уже пора возвращаться. И так далее. С ней созванивались 12 часов ночи. Она сказала, что зашла в балл. Сколько длится обучение и в чем оно заключается? Обучение на данный момент занимает около месяца. Это несколько теоретических занятий, несколько практических, где отрабатываются, реально работают с заявками, с разными. То есть это примерно два раза в неделю в течение всего обучения. Достаточно напряженный край, мне кажется. Сейчас очень много всяких нюансов работы координатора необходимых. Это же не нюансов, но просто очень много взаимодействия разных структур вокруг ПСР. И вот это надо все тоже понимать, уметь с этим работать. Сегодняшнее КШУ – это своего рода финал этого обучения? Ну, да, это, собственно, проверка того, как знание усвоено. То есть кто-то после сегодняшнего дня будет уже работать, не посылать координатором. Что самое сложное в работе координатора? У меня было самое сложное – освоиться в базе. Просто я сегодня первый раз в нее полностью доступ поступил, получил. Поэтому потупил какое-то время. Ну, со временем, надеюсь, уже такого не будет. Дал отказ. А, отказ. И сказал позвонить в штатную службу. Нелогически давно летало, а Пеша сейчас только отправиться не нравится. Я могу сейчас назову вам номера телефонов, по которым вы можете обратиться. Наши собаки тренированы на поиск в лесу в городе и сказать, к сожалению, мы не умеем. Питер поиск и Лиза Алерт. Это добровольная служба. Также можете обратиться 112. Какие требования предъявляются к тем, кто хочет стать координатором? Есть требования, связанные с какими-то характеристиками личностей. То есть это готовность выдерживать большое количество звонков, общаться, оставаться вежливым, независимо от их количества, передавать грамотную информацию, проводить определенные опросы. Это многозадачность, стрессоустойчивость. Есть формальные требования, связанные с кондижутом. Андрей, расскажи, какая сегодня у тебя роль? Что ты делаешь? Я сегодня героически сражаюсь с валом заявок. Так что даже на ногах не могу стоять. Поэтому пришлось прилечь. Что в этих бумажках? Секрет информации для личного пользования. В чем заключается сражение сегодняшнее? Сегодняшнее сражение заключается в том, что... Извините, мне кажется, заявочка. Нет, нормально. Приходят заявки. Координаторы будущие сообщают информацию, которую необходима мне. Дальше я по легенде, которая у меня как раз здесь записано, работаю. И отмечаю по табличке, что координаторы сделали, что не сделали. Но периодически еще спамлю их сообщениями, различными вопросами, готовы, не готовы и так далее. Настя, что самое сложное в обучении на координаторы? Одновременно для одной группы, для одной группы одинаков. Расскажи про график дежурств. Сколько по времени занимает дежурство и какой график? В сезон по 2 дня. Больше будет тяжело. А в дни сезона 4-7 минут. Ну, соответственно, по 2 дня. То где-то раз в месяц. Если больше, то примерно раз в месяц. Это закрытая. Завершенно закрытая. А если я знаю, что там было по телефону, я не хочу, чтобы там возбуждался народ. То можно там по телефону сейчас оплатить? Нет, я в чем запустила. Если потерялись и потерялись, можешь сразу написать, что посадят полу, смогу уходить по телефону. К садоводству, лесная поляна. Там, в принципе, одна главная дорога. Скорая найдет. Просто, чтобы руководителя поисков не... Да, да, да. И чтобы руководителя поисков не дергать, в принципе, можете на этот номер перезванивать. Вот, если там у скорой будет какие-то проблемы с нахождением, потому что я спасатель на связи. Я вам оперативно, если что, упачку. Какие плюсы есть в работе координатора? Ты знакомишься со всем отрядом. Сразу очень много, очень много ты узнаешь. Ты полностью знаешь всю историю с заявками, по всем заявкам. То, что там публичное, не публичное, какие-то интересные моменты. Хороший команд, да, координаторов и руководителей поисковых работ. На самом деле, это интересно. Мне нравится работать. Мне нравится, что здесь есть элементы... Много взаимодействия, координации разных тур, много работы с подбором группы. Ну, наверное, это не всем подходит, но мне интересно. Конечно. Хорошо. Спроси вас, пожалуйста, готовы ли они ехать. В Ламаху, у Паттия с Денисовым. И писали в Литвинчаку, пока отбой не давали, если да, отбой. Пускай они собираются. Я думаю, что они быстрее будут в Ламахе, чем с Кингисеппо приедут. Хорошо? Узнай, короче, кто из них раньше будет, того и засылай. У кого ограничений меньше. Что самое сложное в работе координатора? Все это в голове удержать, успевать. И не потерять информацию. И не потерять себя, наверное. Вообще, честно говоря, так вот одновременно все делать, я не представляю, как это нужно. И три заявки хватило бы так. И ответ на самый главный вопрос. Почему у координатора точно есть печеньки? Так и хочется сказать, потому что в сезонах некуда есть. Не знаю, какая линия. Почему координатор стоит печенье? На самом деле есть такая некоторая забота друг о друге. Берешь координаторский комплект, там лежит огонь с шоколадкой, вкусняшки. Приятно. Не пугайся так. Мы не кусаемся. Екатерина, вы сдали свое дежурство? Надеюсь, так. Как впечатление? Не знаю. Вы хотите стать координатором? Давайте не сейчас. А если не сейчас, то когда? Не знаю, когда нет. Ага, вот, закрывай, закрывай. Продолжение следует...